попадется. Нет, это другая сфера, вообще другой уровень. Они ставят их там, где они копошатся, знаете, где им нравится. Знаете, где нравится нашей плоти, дьявол изучил. И вот там он и ставит западни, сети, в которую он может уловить, там. И знаете, друзья, если нет силы, что это за сила? Знаете, Бог знал это. И Он сказал, что будет рождение свыше. Человек, нерожденный свыше, он не может преодолеть ничего. Он в рабстве. Рождение свыше – это нечто торжественное, нечто прекрасное. Когда ты родился, и ты знаешь своего родителя. Какой важный аспект, правда? Ты родился, и ты знаешь, кто твой родитель. И ты с ним общаешься, знаете, и у тебя мышление, как у твоего родителя. Знаете, наш дух мыслит не как плоть. Никак. Нашему духу неинтересно все это. Неинтересно. Он смотрит там. И наш дух помышляет о горнем. Потому что там будущность. А здесь отрезок. Знаете, отрезок. Человек не помышляет обыкновенно. Как я буду вечно всю свою жизнь учиться в школе? Никто так не помышляет, наверное. Правда ведь? Отучился быстрее дипломы и в жизнь. Так вот эта школа, куда наша плоть, знаете, она хочет уцепиться. Она не хочет выйти из этого. И здесь удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. Как? Я уже говорил, это наш дух. Значит, каждый, каждый должен знать своего родителя. Должен знать Бога. Должен с ним общаться. И не просто так, друзья. А чтобы твой дух, он был сильный, он был способен выдернуть тебя. И даже так сказано, знаете, очень сильно, когда я вспоминаю эти места, они так прямо, знаете, соблазняют тебя глаз. Выдерни. Вырви его. Самоплоть попробуй вырви. Надо, чтобы кто-то это сделал. Понимаете? Сами себе боль причинить, ну, знаете, ну, как-то это очень так это... У нас так заложено, что у нас инстинкт самосохранения. А это отсечь себе руку. Так написано, помните? Значит, кто это должен делать? Наш дух. Это не Бог делает, друзья. Это твой дух, в котором живет Бог. Он говорит. И он облекает наш дух вот этими орудиями. Меч, который может руку отсечь. Этик может. Он такой воинственный дух. Потому что сфера войны. Мы на пути, нельзя останавливаться. И наша брань против этого. Против духов, которые вылазят в виде похотей, желаний, каких-то мыслей. Друзья, именно так они вылазят на эту землю. В этой духовной структуру так вылазит дьявол. Вот так. Он не бегает здесь с рожками. Он делает что-то красивое, которое нравится нашей плоти. Он изучил, что нам может нравиться. Какие капканы ставить. И вот здесь наш дух. Иногда мы можем наблюдать за собой и думать, какой-то я слабый. Слабый и вот захотел, и понесло меня. И как бы я вот молюсь. А вот сил нет. Сил нет. С чего начинать? Знаете, сначала. Со своих отношений, в своих отношениях с Богом. И вот дальше я читаю место. Это 2 Петра. Первая глава я буду читать выборочно. И вот с 3 стиха. Давайте будем внимательны. Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия. Заметьте, все потребное. Как оно происходит? Как это все потребное? Через познание призвавшего нас славой и благостью. Как мы познаем Бога? Смотрите, через познание происходит. Через познание. Это значит, ты знаешь Бога. Может быть, ты Его плохо знаешь? Больше узнавай о Нем. Как? Общаясь с Ним, читая Его Слово, молясь, смиряясь, скидывая себя, то, что тебе мешает продвигаться. Скидывая, убирая все это, прощая, не ища своего. Ты будешь видеть в этом пути те вещи, знаете, Бог будет показывать тебе. Вот это мешает, смотри, мешает. Твои нервы натянуты уже. Ты совсем тяжело. Тебе тянет это? Отпусти это. Убери этот груз. Он мешает тебе. И ты, Господь, я прощаю. Раз. Тебе стало легче. Что-то еще тянет. Но познание Бога, знаете, это вхождение во свет. И когда мы входим из темноты во свет, то мы начинаем видеть. Мы начинаем видеть то, что не видно было, может быть, минуту назад. Просто не видно. Но во свете все становится. И даже, знаете, нет нужды, чтобы кто-то объяснял тебе. Ты понимаешь. Потому что, как ты понимаешь? Потому что да ровно все потребное для жизни и благочестия твоего духа, есть способность понимать Бога. Есть, понимаете? Ты начинаешь понимать. Потому что Бог тебя создал по своему образу и подобию. И ты разумный. Твой дух разумный, мудрый. В нем сокрыт тот мощный потенциал. И дальше. Через познание. И через это познание, смотрите, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования. Господь, в Тебе победа, в Тебе спасение, в Тебе сила. Ты понимаешь, великие обетования. Я не умру. Я буду жить. Я буду здоров. Я буду исцелен. Знаете, очень много этих обетований, в которых ты можешь входить. Это твоя территория. И ты можешь там быть. И здесь, смотрите, что происходит, когда ты проникаешь в это. Тут написано, дабы через них, через обетование, через Божьи обещания, что дабы через них соделались причастниками Божеского естества. А, представляете, какая сила. Через это ты становишься причастником Божеского естества. Ты уже в Царстве Божьем, Духом ты уже там. И ты помышляешь о горнем, где Господь Христос сидит на десную Бога. Ну, представляете, какая способность у нашего Духа. И здесь мелкие делишки, они становятся на свое место. И Господь даже говорит, не заботься. Это так мелко. Это очень мелко. Там все хорошо будет. Все как надо. Там и трудности будут. И поболеешь ты еще. И кто-нибудь тебя еще стукнет, чтобы ты окреп. Подшлифуют тебя, чтобы ты блестел лучше. Господь обещает подготовить тебя. Когда Бог берет тебя в свою руку, Он тебя подготовит. Используя различные, хочется сказать, строительные инструменты. Подготовит. И здесь, смотрите, дальше, о чем я говорил ранее. Соделавшись причастниками Божеского естества. И что происходит? Происходит замещение. Как удалившись от господствующего в мире растления похоти. Как только ты проникаешь в небесную структуру, знаете, ты начинаешь выходить. И твоя плоть будет плестись за тобой. Твоя душа, твои какие-то мечты, они будут преображаться. И более того, если даже она будет сопротивляться, ты ее прибьешь на кресте. И она будет там висеть и стонать. И будут пытаться разжалобить тебя, что тебя кто-то не понял. Твою плоть не поняли. Она же хорошая. Но ее не поняли. И чуть-чуть так. Понимаете? И там ей не додали. И там ей косо поглядели. Это сфера душевности, где стоят капканы. Это та сфера, куда дьявол наложил приманок. Вот там. Он не может положить их где-то там. В духовной сфере твоего духа. Нет. Но он только ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Что же он не глотает? Нет. Он ищет, кто бы вышел из того присутствия Божия. Выйти. Вот надо, чтобы дьявол поглотил, ты должен выйти. Ты должен остановиться, поглядеть на эту приманку. Подойти и вот тебе взять, и вот тут сработала ловушка. И потом он что Иуде сказал? Ты предатель. Вешайся. Все. Здорово так захлопнулось, правда? Основательно. И вот смотрите, смотрите, друзья. И здесь удалившись от господствующего в мире растления похотью, и дальше что? А дальше происходит приложение. Как оно выглядит? То вы, прилагая к этому все старание. К чему прилагать-то? Вот к этому общению с Богом. Именно к тому потребному жизни и благочестию, чтобы Бог дал тебе общение с Ним. Ты к общению с Богом, к обетованиям, ты прикладываешь старание. Заметьте, тут написано, прилагая к этому. Ну, знаете, пришло такое сравнение. Вот есть машина, очень прекрасный автомобиль. Есть бензин. Бензин, это является топливоприложение для автомобиля, правда ведь? Сами по себе они не могут работать. Какой бы прекрасный бензин такой был, вообще там отличный. Вот тебе дать это ведро бензина, и ты не сдвинешься с места. И машину дать тебе без топлива. Прекрасную. Едь. Нет, нужен бензин, нужно приложение. Вот тогда это работает. Тогда ты можешь приложить старание и вырвать свой глаз. К примеру, да? Такое старание, конечно. Отсечь себе руку. Но смотрите, что движет. Это движение духа. Лучше пусть я не буду глядеть туда. Вот так вот буду руку. Буду бороться с этим. Я не буду говорить о том, потому что дьявол уже подметил. В этом моя слабость. И он так и будет в одну точку бить. Знаете, он прочитал твою слабость. Вот так и будет всю жизнь бить туда. Вот так всю жизнь. Почему всю жизнь в одну и ту же? Потому что там дьявол потерпел поражение. Его это достает. Как он, дьявол, потерпел поражение. И он смотрит на ту заросшую тропинку. Когда был очень путь с открытой дверью. И он туда приходит и снова пытается. Знаете, как-то себя это... Дьявол-то лично... Каждый знаком с ним. Потому что мы видели его мысли, которые он посылает. Его желания, его похоти, страсти, обиды. Это все исходит не от Бога. Правда ведь? От него, значит, мы настолько его уже изучили. Настолько мы знаем его хитрости. Очень хорошо. Ну, прекрасно просто. И только твой дух сильный, крепкий. Он может выдернуть твое плоть. Они сражаются. Но, знаете, У нас должен быть мощное основание для нашего Духа. Мы должны войти во святая святых. Туда, через эту завесу. И там должен быть наш якорь. Чтобы нас не унесло. Чтобы нас не унесло, друзья. Иногда ветры, бури пытаются унести нас. И мы как-то лодка по этим волнам. Но если твой якорь, твоя надежда там, то Божья милость будет держать тебя. Я в этом я... Это евреям 6.19. Я читаю отрывок. Твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу. Представляете, куда? Это когда Иисус говорил, совершилось. Эта завеса разодралась надвое. Чтобы ты вошел туда, и там была твоя надежда, там было твое утешение, и там был твой якорь крепкий, надежный. И пусть слезы той радости, они бегут у тебя из глаз, что у тебя есть эта надежда, у тебя есть этот якорь. И ты знаешь, в кого ты уверовал, ты знаешь в кого. Ты знаешь Его, своего Отца. Ты с Ним встретился. И нет ничего дороже, чем Он. Он родил тебя, Он ведет тебя, Он дал тебе отрезок времени. Ты должен успеть. Ты должен успеть. Говори с Ним, что Он тебе скажет еще. И прочитаю еще стих, и будем молиться, Матвея 6,33. Ищите же прежде Царства Божьего и правды Его, и это все приложится вам. Господь так сказал. Так сказал Иисус Христос. Наш Небесный Отец, Он так сказал. Он переживает об этом, говоря моим человеческим языком. Он говорит, больше всего ищи Царство Божьего, общение со мной, и твой дух будет сильный. Он сможет тебе твою плоть выдернуть. И этот якорь, знаете, и этот якорь не просто, мы понимаем, что этот якорь еще как связывающее звено с кораблем. Это надежная цепь, надежная Божья любовь, которая будет держать тебя. Ты не бойся. Ты не бойся. Говори с Ним. Открывай свои желания, свое сердце. Пусть там все будет прозрачно и чисто. Чтобы ничего там не могло завестись, ничего подозрительного. Прощай, отпускай. Не нужно все это. Мы на короткой дистанции, друзья. И скоро она закончится. Время заканчивается. Наше нахождение на этой планете, оно ограничено очень сильно. И мы уйдем отсюда все. Никто не останется. Уйдем в вечность. Как хорошо, чтобы подготовленные, правда? Подготовленные. Чтобы нам не было стыдно. Потому что ничего нельзя изменить. Мы хотим этого. Давайте познавать нашего Бога. Искать Царство Божие и правду Его. И в этом поиске мы будем очищаться, прилагать усилия, и у нас будет получаться, потому что мы Его знаем. Тот, кто знает Бога, тот, кто любит Его, дано знание Ему. Как здорово, правда? Ты любишь Бога, и тебе дано знание. Ты понимаешь, ты видишь капкан. Ты не то, а мышка, которая не понимает устройство мышеловки. Не понимает. А ты понимаешь. У тебя Божий разум, Божье чувствование. Ты понимаешь. Вот и вот. Тебе небезызвестны умысли сатаны. Ты распознаешь их. Ты распознаешь этих духов зла. Ты говоришь, вот он ты. И ты разрушаешь это. У тебя есть меч, который разрушает. Мечом не гладят по головке, а разрушают, друзья. Ты хочешь быть разрушителем действий дьявола? Это воин. Давайте будем радовать нашего Господа. Помолимся. Аминь. Господь наш, слава тебе, Иисус, что ты ты так много возлагаешь на нас, Господь. Ты хочешь, чтобы через нас была явлена эта слава. Через своих наследников, детей. Чтобы имя твое было прославлено, возвеличено. Но дьяволу так не нравится это. Он строит препятствия. Он посылает мысли. Какие-то чувствования плотские. Но мы их будем разрушать, Господь. Потому что ты говоришь, чтобы мы разрушали. Ты дал нам все оружие, чтобы мы могли противостать. Чтобы мы не просто смотрели и кивали головами, но противостояли. Противостояли. А есть комменди фаллич. Здесь момента. Аминь. Аминь. Половис гидотсепчу филижереста. Каммендис кантачь туфилл. Айкендескамат дизбокент филлажес. Аминь. Аминь. Аболит. Эстекам фаштеллэзде. Эдекаммен анбитигус борщ. Аминь. Ставфиридиглм анди пэтшу. Исти фигерагис галошент. Мосте буни филар. Господь, благослови Иисус И ты видишь те сердца, которые сейчас думают И дьявол забеспокоился Он так хочет, чтобы мы сидели и не думали Не размышляли о небесном, Господь Чтобы мы думали об этих приманках Которые в этих капканках, Господь Но это не наше, Иисус А наше то, что с неба То, что от тебя То, что ты позволяешь И ты хочешь, чтобы мы всегда понимали, что ты наш царь Ты наш царь И ты наш повелитель И апостолы говорили, мы рабы И хотим повиноваться тебе Потому что твое желание Чтобы мы были царями и священниками Чтобы мы были тем царственным священством Так высоко ты хочешь ставить нас Господь Ну нам лучше быть рабами здесь А там на небе Когда ты будешь возлагать эти царственные венцы Когда ты скажешь Войди Добрый и верный раб Ты был добрым и верным Господь, как прекрасно это услышать Раз в жизни И переступить этот порог царства небесного Навсегда Навсегда, Господь И мы идем туда Мы продвигаемся, Господь И ты рядом с нами Ты не оставляешь свою церковь Ты идешь в наших сердцах Ты идешь рядом И ты так хочешь, чтобы мы замечали тебя Замечали И говорили, Господь Я с тобой Я с тобой Ты мой Бог А я твое дитя Господь, слава тебе, Иисус Слава тебе, наш Бог Отец и Сын Дух Святой Аминь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!